Омск ТВ Александра Яновна, здравствуйте. Здравствуйте. Эпид-обстановка в Омском регионе значительно ухудшилась. Об этом говорят ваши показатели, которые вы публикуете периодически. Это такой сезонный подъем или есть сопутствующие факторы? Да, сейчас регистрируется в регионе рост заболеваемости. Это сезонный подъем. За прошлую неделю было зарегистрировано 13 384 случая заболеваемости острой респираторной вирусной инфекции, что на 38% выше предыдущей недели, но в то же время на 25% ниже аналогичного периода 2021 года. В структуре заболеваемости регистрировались дети до 14 лет. Они занимают около 63%. В аналогичный период 2021 года в структуре занимали лица старше 15 лет, они составляли 57%. И лица до 14 лет, они составляли около 40%. Согласно показателям, которые вы публиковали недавно, грипп уже обошел по динамике коронавирус. С чем это связано? Ну, это не совсем точно, потому что коронавирус на прошлой неделе регистрировал показатели 11,8 на 100 тысяч населения. Гриппа же было зарегистрировано 0,3 на 100 тысяч населения. Всего было за прошлую неделю зарегистрировано 6 случаев гриппа. То есть, если в общей динамике смотреть, грипп еще не догнал показатели коронавируса, и коронавирус не отступает? Да, можно сказать так. Чем отличается вообще коронавирус от гриппа? Какой из них опаснее? Ну, есть у коронавируса и гриппа общие черты. Это оба вируса, вызывающие респираторными вирусными инфекциями, только они немного разного строения, структуры и немного по-разному все же вызывают заболеваемость. Грипп, он, например, по клинике начинается остро в течение иногда одного дня. У коронавируса все-таки начинается в течение 2-4 дней. Также коронавирус, он более контагиозный. От него может заразиться большее количество человек, чем от гриппа. Но также можно сказать о том, что грипп, коронавирус, либо другие ОРВИ, они бывают как легкие формы, так и тяжелые. Иногда может приводить и к летальным исходам. То есть нельзя точно сказать, какой из них опаснее? Нет, нельзя. Режим повышенной готовности в Омском регионе пока еще действует. Тем не менее, достаточно выйти на улицу, чтобы понять, что многие жители перестали соблюдать определенные меры предосторожности. С вашей точки зрения, чем вызвана такая беспечность, можно сказать? И действительно ли стоит расслабляться сейчас, когда эпидсезон у нас такой уже на максимальном уровне выходит? Расслабляться не стоит. Все-таки у нас до сих пор регистрируется новая коронавирусная инфекция, регистрируются случаи гриппа, а также острая респираторная вирусная инфекция. Мы все же рекомендуем, как и звучит в рекомендательном характере в распоряжении губернатора 19Р, носить маски, особенно группам риска, для того, чтобы предотвратить путь передачи этими вирусами, а также защитить себя от того, чтобы человек не заразился в местах массового скопления людей в транспорте, где как раз социальная дистанция иногда бывает нарушается. А сама вообще маска, она способна защитить человека от витающих вирусов вокруг, или все-таки эта маска защитит других людей от человека, который является уже носителем вируса? Она защитит как и в одном случае, так и в другом случае. Главное правило – это смена маски. Рекомендуется маску менять каждые два часа. Если вы будете это делать, то, конечно, тогда эффективность ношения данных средств, масок и респираторов намного повысится и защитит вас и окружающих от заболевания. С вашей точки зрения, почему все-таки амичи перестали соблюдать меры предосторожности? Ведь буквально еще год назад люди постоянно соблюдали и дистанцию, обходили друг друга стороной, носили маски, использовали антисептики. В чем причина такой расслабленности? Сейчас вирус коронавируса стал немного другим. В основном коронавирус вызывается штаммом омикрон и линиями BA1, BA2, BA4, BA5, которые вызывают заболевания в более легкой форме. Это в основном ОРВИ и иногда бессимптомная форма. Конечно, бывают и случаи пневмонии, но все же реже. Но стоит не забывать о том, что новая коронавирусная инфекция относится ко второй группе патогенности, чем обуславливается высокой контагиозностью. Поэтому если вы не будете носить маски, либо не соблюдать дистанцию, не обрабатывать руки, не мыть их, то вы можете заболеть. Даже если сейчас симптоматика у него не такая тяжелая, как это было при дельта-штамме, но опять же рост грипп, заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, говорит нам о том, что нам необходимо соблюдать меры неспецифической профилактики, а это как раз маски, дистанция и обработка рук антисептиком. Вакцинация – это один из таких проверенных способов защиты от различных вирусов. В данный момент, когда эпид-обстановка осложненная, можно ли вакцинироваться и от каких вирусов? Вакцинация является специфической профилактикой, которая необходима для защиты нашего организма от вирусов. При вакцинации вырабатываются антитела, которые защищают нас от патогенов. Прививаться нужно всегда, если есть такая возможность, потому что в принципе компания прививочная против гриппа начинается с сентября и обычно заканчивается декабрем. Но не стоит забывать о том, что также на территории Омской области вакцинируются против новой коронавирусной инфекции. Вакцина у нас есть, она в достатке. Мы рекомендуем вакцинироваться ежегодно, а еще лучше ревакцинацию проводить каждые 6 месяцев. Но существует еще в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям другие вакцины. Например, одна из актуальных вакцин на этот период – это вакцина против пневмококковой инфекции. Обычно она показана по календарю детям. Там идет вакцинация детей, начиная с двухмесячного возраста. Ставится В1 в 2 месяца, потом В2 и ревакцинация в 15 месяцев. Но она также показана и для взрослых. Вакцинация проводится у лиц групп риска, имеющих хронические заболевания. И лица, которые старше 60 лет. Эта вакцина как раз помогает при заболеваниях, которые вызваны пневмококковыми. Они вызывают отиты, пневмония. А пневмония – это как раз одно из усложнений, которые вызываются гриппом и коронавирусом. Но не стоит также забывать о том, что взрослые также должны ревакцинироваться против дифтерии столбняка каждые 10 лет. И от других вирусов, которые им положены в соответствии с национальным календарем. Не опасно ли ревакцинироваться и вакцинироваться в период эпидемиологической нестабильной обстановки сейчас, когда вот так уже подъем заболеваемости идет? Если вы абсолютно здоровый человек, то это не опасно, потому что перед тем, как поставить вакцину, обычно врач все время осматривает человека, чтобы посмотреть, нет ли у него каких-то признаков заболевания. Если они есть, то, конечно же, вакцинация откладывается до полного выздоровления. Если нет, то это очень хороший способ защитить все-таки свой организм от вирусов. Какие меры профилактики сегодня существуют, чтобы тоже защитить себя от различных инфекций, кроме вакцинации? Кроме вакцинации существуют как раз меры неспецифической профилактики. К ним относятся, как мы говорили ранее, это ношение масок в местах скопления людей, в транспорте и так далее. А также обработка рук, это мытье рук, обработка рук антисептиком. И как бы банально не звучало, это полноценный сон более 8 часов, это правильное питание, это обильное питье, потому что если мы будем больше пить, вирусы все-таки не смогут отгазировать на слизистые, потому что мы будем их смывать. Далее, это правильный образ жизни, побольше гулять, проветривать помещение и вести здоровый образ жизни. Все, что давно уже известно и испробовано. Что касаемо противовирусных препаратов, на ваш взгляд, стоит ли их принимать для повышения иммунитета или вообще смогут ли они защитить от различных инфекций? Про противовирусные препараты стоит отметить, что в принципе, если вы заболели, либо чувствуете недомогание, то необходимо обращаться к врачу. Нельзя заниматься самолечением. И как раз врач уже посмотрит вас и определит, стоит ли вам пить противовирусные препараты и какие. Как вы относитесь к народным способам защиты иммунитета? Так, например, мед с молоком, лук, чеснок. И вообще, с вашей точки зрения, какие из них действенны и действенны ли? Ну, все-таки я посоветую придерживаться правилам профилактики. Это как раз тем, которые я озвучила ранее. Ношение масок, дистанция, мытье рук. Это будет более эффективно, чем заниматься иногда самолечением, если вы заболели. Спасибо большое за ваши ответы, Александра Яновна. Спасибо вам. А я напомню, это было интервью с начальником отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области Александра Недошковской. В студии была Ксения Тойчкина. Увидимся в эфире Омск ТВ.